Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только закрою сундук. Какой сундук? Сундук с книгами для пионерского лагеря. Ах да, я совсем забыла. Кстати, вы отобрали все книги по рекомендательному списку, который был напечатан в пионерской правде. Конечно, Марья Петровна. И Жюль Верна, и Дефо тоже упаковали. Да посмотрите сами, вот. Робинзон Круза, Гулливер, 80 тысяч верст под водой. Добавьте еще сверхкомплекта Мюнхаузена и Тартарена. О, а где же два капитана Каверина? Вот они, вот, в новом голубом переплете. Прекрасно. Можно закрывать сундук. Да, когда вы его утром повезете на вокзал, не забудьте ключ, как это случилось со мной в прошлом году. Не беспокойтесь, я положу ключ на видное место. Что же мы должны еще такое сделать? По-моему, идти домой. Совершенно верно. Запирайте двери, Катюша. Ужасное положение. Мы наглухо заперты в этом трюме. Ах, капитан Робинзон, я не могу шевельнуться. На меня навалились Тимур и его команда. Как обидно получилось. И как раз в тот момент, когда нас ждут у репродукторов наши друзья. К сожалению, все члены клуба знаменитых капитанов оказались в этом сундуке. И я не вижу никакой возможности выбраться отсюда. В шорохе мы шином В скрипе половиц Кто это полет? Медленно и чином Какой-то незнакомый голос. Сходим со страниц Знаменитые капитаны. Фарватер свободен. В шорохе мы шином В скрипе половиц Медленно и чинно Сходим со страниц Шелестят кафтаны Чей-то медь звенит Все мы капитаны Каждый знаменит Все мы капитаны Каждый знаменит Нет на свете дали Нет таких морей Где бы не видали Наших кораблей Мы морские волки Бросит якоря С нашей книжной полки К вам спешим, друзья К вам спешим, друзья Кто бы вы ни были, незнакомец Разрешите крепко пожать Вашу руку Но кто вы? Имею честь представиться Капитан Корвета Коршун Из повести Станюковича Вокруг света на Коршуне Издание глав Сев морпути Но как вы узнали О наших затруднительных обстоятельствах? Стою на капитанском мостике Наблюдаю горизонт В подзорную трубу Ясно вижу Моряки терпят бедствие Меняю галс Иду на помощь Счастливой мысли Мы очень-очень признательны вам, капитан Может быть, вы согласитесь Провести этот вечер В нашей кают-компании? Весьма польщен Отдаю якоря Мне не терпятся, капитаны Ведь в прошлый раз Мы решили отправиться Погодите, Дик, погодите Я вполне понимаю ваши чувства Но что поделаешь Увы, к огромному сожалению Как бы не хотелось Что вы хотите сказать, дорогой Тартарен? Традиции клуба Ну, конечно Я всегда стою на страже наших традиций Прежде всего, мы должны выбрать председателя Вы опоздали Тартарен, как всегда Ну, кого ещё можно выбирать Когда я давно держу в руках председательский молоток Вот Слышите? Но, дорогой Мюнхгаузен Расставаясь в прошлый раз Мы заранее выбрали председателя капитана Григорьева И приняли решение отправиться в Антарктику По следам русской экспедиции Беринсгаузена и Лазарева Я давно мечтаю о таком плавании К сожалению, Станюкович не дал мне этой возможности Может быть, вы разрешите мне присоединиться к вам? Мы можем это только приветствовать Капитаны У меня всё готово Карты, маршрут, снаряжение Я только не решил одного вопроса Подождите У меня блистающая идея Мы отправимся в Южный океан верхом Верхом на ядре, барон? Нет, это старо Я предлагаю выехать целой кавалькадой на морских конях Увы, барон Я, к сожалению, не приготовил ни уздечек, ни сёдел Но в самом деле, на чём мы отправимся? По следам такой экспедиции Лучше всего пойти на парусном судне Корветт Коршун в вашем распоряжении, капитаны Корабль готов к отплытию Отлично Как я об этом не подумал Беринсгаузен и Лазарев тоже плавали в Южном океане под парусами И Коршун удивительно подходит к этому нашему путешествию Капитаны Прошу проследовать на странице повести Станюковича Вокруг света на Коршуне Поднять бронсели и бомбрансели Курс Зюит Вест Каким курсом мы идём, достоуважаемый капитан? Выполняя распоряжение начальника экспедиции капитана Григорьева Держу курс Тихой океан мимо Новой Зеландии Затем строго на Зюит К Антарктиде, капитан Гулливер Антарктида Это таинственная земля, о которой говорили ещё древние географы Они считали, что раз в северном полушарии есть огромные материки Значит и на крайнем юге для равновесия должна быть земля Но долгое время никто не мог достигнуть берегов неведомого материка На поиски его в конце 18 века отправился английский капитан Джемс Кук Но безуспешно земли он не нашёл Географы Западной Европы, которые много лет упорно твердили о Южном материке После плавания Кука сразу изменили своё мнение Никакого Южного материка нет, объявили они После Кука всякие дальнейшие попытки плавания в высоких южных широтах Есть безумие и бессмыслица Но Российская Академия Наук внимательно изучила отчёты Кука В них оказалось много неясных туманных мест и противоречий Русские учёные не хотели верить на слово английскому путешественнику У Кука не было опыта полярных плаваний И его выводы о непроходимости льдов могли быть слишком поспешными И вот Россия решила отправить экспедицию на поиски земель у Южного полюса Под гром салюта и приветственные крики огромной толпы, собравшись провожать отважных моряков Два парусных шлюпа, Восток и Мирный, покинули Кронштадт Их вели испытанные моряки Фадей Фадеевич Белинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев Это было в июле 1819 года Они отправились в дальнее труднейшее плаванье Навстречу неизвестному Кто из нас не мечтал о таком путешествии? И кто из школьников, размышляя над картой, не слышал, как призывно поёт ветер Как гремят якоря кораблей? И дома, и на школьной парте она с тобой Изображён на старой карте весь шар земной На ней скалистые отроги материки Людей отважные дороги и путь реки И зимом ветра чутко внемли Гремят большие якоря Ещё не все открыты земли Не все изучены моря Земля всегда стремились люди Пройти по ней На быстром бриге, на верблюде И на коне Песок, пустынь, снег, выси горных Седые льды Скитальцев дерзких и упорных Хранят следы Призывом ветра чутко внемли Гремят большие якоря Ещё не все открыты земли Не все изучены моря Кто смел и зорок тот услышит Узнает тот Как ветер корабли колышет Прямой поёт И пусть бушует непогода Полы кипят Не знает сердце морехода Пути назад Пора призывом ветра в немли Гремят большие якоря Ещё не все открыты земли Не все изучены моря Действительно, наш сегодняшний поход Самый дальний и самый опасный Не могу не согласиться с вами, капитан Робинзон Мы плывём к самым негостеприимным берегам во всём мире Не так ли, капитан Гулевер? Да, природа в Антарктике Ещё более сурова, чем в Арктике Впрочем, оно и понятно Ведь Арктика — это царство океана Окружённого материками Мощные тёплые течения Тепло, приносимые реками Смягчают климат далёких северных широт А в Антарктике совсем другое дело Здесь господствует не океан А огромный материк Самый высокий среди своих собратьев Антарктический материк Переживает сейчас тот период Который был известен и в Европе Правда, примерно 50 тысяч лет тому назад Ледниковый период? Да, самый настоящий ледниковый период Когда-то и Антарктида была тёплой страной А да, представьте, там зеленели леса Ну, откуда это известно? А каменный уголь в недрах Антарктиды Ведь это и есть остатки её некогда пышных зелёных лесов Великое оледенение уничтожило их Антарктида – это материк без лета Потому что здесь даже в летние месяцы Температура не поднимается выше нуля Если нам удастся достигнуть его, капитаны Вы увидите, что это не только страна льдов Но и страна гор Вершины гигантской горной цепи, пересекающей почти весь материк Теряются в небе Антарктическому льду тесно на материке Самый большой в мире ледяной щит Посылают во все стороны разведчиков Ледники, которые стремятся к морю Ледники – это реки Антарктиды Они текут по долинам Как и реки сливаются вместе, делятся на рукава Они движутся во много раз медленнее рек В Антарктиде есть ледоразделы Напоминающие наши водоразделы Есть ледопады, где голубой лёд С веркающим каскадом срывается в бездну Мёртвая тишина царит у этих ледопадов Здесь не слышно журчания воды где-то внизу В глубоких трещинах, как на альпийских ледниках Ледники Антарктиды немые Достигнув края материка Ледники выдвигаются в воду огромными языками Они образуют барьер вокруг Антарктиды В летнее время, когда скалы барьера слепительно сверкают в лучах солнца Под звуки, напоминающие отдалённую грозу Рождаются ледяные горы Кусок стены неожиданно рушится в море со страшным грохотом Вздымая вокруг себя гигантские волны Когда шум утихает, несколько новых айсбергов Гордо покачиваются у стен барьера Ожидая, когда ветер и подводные течения Понесут их на север к большим морским дорогам Я продрог от одного вашего рассказа Хорошо, что со мной мой плед Мой старый плед, укрой меня Кстати, а где Бюнхаузен? Как только мы сели на коршун, он удалился в каюту Наверное, приступ морской болезни Ах, юноша, юноша, вы никогда не были так далеки от истины, как сейчас Да я себя чувствую настолько хорошо, что если придется тонуть То совершенно спокойно и без лишних движений пойду на дно Ну, если вы так прекрасно себя чувствуете, идите сюда, наш канцер А, терпение, капитан Григорьев, терпение Я еще не готов Я еще не готов Мы приближаемся к берегам Новой Зеландии Что происходит там, на берегу? Взгляните в мою позорную трубу, капитан Робинзон Благодарю вас Так, так, очень интересно Островитяне танцуют вокруг костра Может быть, это свадебный танец? Вот здесь, у берегов Новой Зеландии, побывали Восток и Мирный Моряки высаживались на берег и встречались с туземцами Русские моряки старались узнать чужие нравы и обычаи И подружиться с жителем Южного полушария В Австралии астроном экспедиции Симонов Несмотря на предупреждения англичан Которые толковали ему о свирепости туземцев Разбил свою палатку вблизи лесу, населенного австралийцами И он был всегда желанным гостем в бедных шалашах этих доверчивых людей Которых безжалостно истребляли английские колонизаторы Плавая на Новую Зеландию и среди коралловых островов океании Русские моряки знакомились с туземцами Они относились к островитянам дружески, никогда не прибегая к насилию На острове Таити матросы Востока и Мирного Братали с Таитянами, приговаривая приветствие на местном языке Юрана, Юрана! Многие островитяне так привязались к русским Что решили непременно плыть в их страну Только настойчивые просьбы короля не увозить его подданных Помешали жителям тропиков совершить путешествие в Туманный Петербург Да, поведение Кука было совсем иным Высадка с его корабля на Новую Зеландию Началась со стрельбы английских матросов По мирным, безобидным обитателям острова Кук считал, что лучший способ установить взаимопонимание с туземцами Заключается прежде всего в том, чтобы показать им в действии огнестрельное оружие И таким образом убедить их в своем превосходстве над ними Тогда туземцы всегда будут в вашей власти, говорил он Пушки с корабля разгромили селение новозеландцев у мыса Киднеперс Да, неудивительно, что Мсе Кук в конце концов был убит туземцами Печальный, но заслуженный корец Капитаны, вот он прибил на какую-то бутылку Дик, спустите шлюпку и достаньте эту бутылку Я уверен, что это Портвейн Кстати, все врачи Тараскона настаивали на том, чтобы я систематически принимал его Во время дальних морских походов, путешествий, странствий, прогулок и визитов к друзьям Живее, Дик! Осторожно, осторожно, не разбейте бутылку Вот, сейчас мы ее откроем Так, есть, в бутылке письмо Читайте, достоуважаемый капитан Григорьев Шхуна, шхуна, дальше неразборчиво Шхуна терпит бедствие Снесены мачты Необходима помощь Нет пресной воды Координаты Капитаны, те самые, на которых мы находимся Кто подписал это письмо? Подпись размыта Ее невозможно прочитать Мы должны поспешить на помощь Мы должны лететь туда на всех парусах Убрать рифы Поднять грот Брамсели Брамсели Бор Брамсели Крюйс Брамсели Среди неведомых широт Где буря, шторм и мрак Пустил ее на волю Вот неведомый моряк Ее поймали на волне И подняли на дню Она блеснула при огне Как тусклый изумруд Плывешь откуда Путь каков Расскажешь ты о чем? Почтовый голубь моряков Бутылка сургучном Почтовый голубь моряков Бутылка сургучном Быть может Спасшийся матрос Собрав остаток сил Бутылку к берегу Донес и в воду уронил Или бродяга Следопы члет Весть из корабля Что новый остров Им открыт Чудесная земля Плывешь откуда Путь каков Расскажешь ты О чем? Почтовый голубь моряков Бутылка сургучном Почтовый голубь моряков Бутылка сургучном Человек за бортом Свистать всех наверх Грот и фок Нагитова Паркас к спуску Пошел все наверх Он тонет Он тонет Кто это прыгнул за борт Робинзон Смотрите Смотрите Он уже подплывает Ну Такой плавец Как достопочтенный Робинзон Крузо Ага Подхватил Подхватил Плывет к Баркасу Спустит трап Принять Баркас Сюда Осторожно Несите его осторожнее В кают-компанию Жаль, нет судового врача Разрешите вам напомнить Что ваш покорный слуга Лемель Гулливер Начал плавать в качестве врача Вот Дайте ему глоток Рому Так Грелки к ногам Какое знакомое лицо Позвольте Это Это Путешественник Горюнов Из романа академика Обручева Земля Санникова Кто меня звал Дайте ему еще глоток Рому Так Спасибо Ну Вам кажется Стало лучше Дорогой Горюнов Каким образом Вы очутились один в океане Я давно мечтал Капитаны Отправиться в Антарктиду К тем берегам Которые впервые Увидели русский флаг Я снарядил шхуну Плавание было благополучным Но когда корабль Остановился у острова Заводовского Открытого экспедиции Беллинсгаузен и Лазарева Да, да, да Большая часть команды Отправилась за пресной водой Внезапно налетевший ураган Сорвал шхуну с якорей И унес ее в океан Я Остался на корабле Значит Это Вы бросили бутылку? Да Много дней Моя разбитая шхуна Была игрушкой Волны ветров Наконец Она пошла Ко дну Все мои спутники Погибли Я держался За обломок Реи Пока хватало сил И если бы не вы Капитаны Это было бы Мое Последнее путешествие А знаете Дорогой Горюнов Я в жизни Не забуду Нашей первой встречи В Ледовитом океане Когда мы пытались Найти таинственную землю Санникова А разве она существует? А почему вы думаете Что ее нет? Признаться Я был свидетелем Больших споров О земле Санникова Среди полярных летчиков Ведь многие Сомневаются В ее существовании Я могу подтвердить Только то Что я точно знаю Дайте мне еще Глоток Рому Капитан Гульвер Некогда Промышленник Яков Санников Увидел С Новосибирских островов Какую-то Неведомую землю И не только он Различал В туманной дали Полярного моря Вершины гор Были и другие Путешественники Которые могли Подтвердить Справедливость Слов русского промышленника Однако Когда русские корабли Подошли близко К тому месту Где по предположению Должен был находиться Таинственный остров Моряки Не обнаружили Никаких признаков земли Увиденной Санниковым Но мне Герою романа Академика Обручева Все-таки Довелось Там побывать Наша маленькая экспедиция Пробиралась туда Через льды И торосы И вот Однажды ночью Поднялся сильный ветер Повалил снег И льдина На которой мы Раскинули свою палатку Отколовшись От ледяного поля Унеслась В открытое море Гибель Казалась Неизбежной Однако Судьба была К нам Благосклонна Через несколько дней Опасного плавания Мы благополучно Достигли Таинственной земли Все здесь Было Странно Необычайно Неожиданно Пышная растительность Покрывала землю В густых зарослях Бродили доисторические чудовища А в глубине острова Мы обнаружили Племя анкелонов Некогда таинственно Исчезнувшего С берегов Сибири Когда мы попали На землю Санникова Мы убедились Что это Потухший вулкан Подземный жар Согревал почву И потому здесь Среди льдов Полярного моря Мог существовать Этот чудесный оазис Анкелоны боялись Пришельцев с большой земли Среди этого народа Сохранилось древнее предание Будто счастье И благополучие Их племени Кончатся с приходом С большой земли Чужеземцев Можете себе представить Капитаны Как настороженно Относились к нам они Хотя намерения наши Были весьма миролюбивы Однако хитрый Старый шаман С которым держал совет вождь Анкелонов Сделал весьма уклончивое предсказание Смысл его примерно был таков Раз чужеземцы уже появились То Несчастья не избежать Хотя Может статься Что все обойдется благополучно И анкелоны Приняли нас в свою семью Но Несчастья начались Хотя мы были виновны в них Столько же Сколько виноват моряк Как в шторме Который налетает на его корабль Одно землетрясение Сменялось с другим Более сильным Чем предыдущее Земля То поглощала теплые воды Священного озера Анкелонов То вдруг Выбрасывала их Снова из своих недр И тогда Начиналось Наводнение Наше положение Стало опасным Ведь предсказание Старого шамана Сбылось Как думали эти Наивные люди И они решили Умилостивить Своих богов Принеся нас В жертву У нас оставался Один выход Бежать Не стану Рассказывать вам Подробности Нашего бегства Мне тяжело Вспоминать об этом Мы потеряли Одного из наших товарищей И все Драгоценные коллекции Собранные На земле Санникова И все же Капитаны Несмотря на пережитое Я вновь Пустился В далекое путешествие К неизвестным землям Куда идет Ваш корвет Как раз Туда Куда вы стремились К берегам Антарктиды Да Ваши знания И опыт Нам могут быть Очень полезны Киты Киты Всем подняться На палубу Киты Да Впереди По левому борту Киты Что вы хотите Этим сказать Идут в пенвал Видите эту громадь Метров 30 длины Один Это Весит столько же Сколько 30-35 слонов Ух ты Я слышал Одна печень Кита весит Чуть ли не полторы тонны А вон играют Маленькие Китята Новорожденные Да Совсем крошки Всего 6-7 метров В длину Но они растут Довольно быстро За первые же дни Они прибавляют В весе По 100 килограммов Смотрите Киты 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 Да Наверное За ними гонятся Кошелоты Хищные Зубатые Киты Говорят Они небезопасны Даже для кораблей Я думаю Это сказки А вы знаете Был случай Когда разъяренный Кошелот Напал на один корабль И Сделал Пробоину В носовой части Вы слышали Легенду О новозеландском Томе Этот громаднейший Кошелот Был назван так Потому что Его излюбленные Пребывания Новозеландские воды Говорят Он сделался До того Дерзок Что предупреждая Всякое нападение Разбивал Или разгрызал Лодки Не оставляя В покое Даже корабли Его спина Была сплошь Утыкана Строгами И походила На спину Дикобраза Разве я сказал Что-нибудь смешное Да нет Капитан Гулливер Вы взгляните На барону Мюнхгаузена Куда это вы собрались В болотных сапогах И с сачком Я иду Один на один На кита На барон Посмотрите По левому борту И вам будет Не до смеха Новозеландский Том Вы боитесь Что он пойдет В атаку на нас Это свирепый Гигант Он может Повредить корвет И задержать Наше плавание Защищаюсь Кошелоты Действительно Могут разбить Лодки Но за свой корвет Я спокоен Дорогой Мюнхгаузен Какой страшный шум Кошелот бьет Хвостом по воде Волна сильная Как в бурю Полный ход Кошелот Однако Ветер крепчает А где же Мюнхгаузен Неужели он прыгнул За борт Может быть Его смыло волной О, не беспокойтесь За Мюнхгаузена Если он исчез Это неспроста Каким курсом мы идем Держим курс Прямо на Антарктиду Внимание Мы подходим К самой южной Точке экспедиции Кука Он не рискнул Идти в более Высокие широты И отсюда Повернул обратно Курсом на северо-восток К земле Сандвича Что случилось? Неужели нас догнал Новозеландский том? Спокойствие, капитан Тартарен Мы идем через паковый лед Какая мрачная картина Я нигде не встречал Такого тумана А я встречал Вблизи земли Санникова По левому борту Какой-то просвет Я вижу белые горы Это айсберги Они наступают Со всех сторон Так двинемся же дальше По пути русских моряков Смотрите, капитан Туман рассеивается Перед нами какой-то остров Скажите, капитаны Вы не замечали за мной Ничего странного? Я вел себя нормально? Я не заговаривался? Да нет, капитан Тартарен Вы вели себя как обычно У меня, знаете, Какие-то галлюцинации Я вижу Ледяные горы С которых катаются На животах Люди Они все в черных фраках Да-да Видимо, у меня Очень высокая температура Успокойтесь, капитан Тартарен Это всего-навсего Играющие пингвины Пингвины Ах, пингвины? Ну да Ну конечно Пингвины Я же о них Очень много слышал И читал Они всегда Меня интересовали Право же Это очень забавные существа Они сидят И ходят Совершенно вертикально Как люди Лучше всего Они чувствуют себя Все же в воде Плавая и ныряя За рыбами И рачками С поразительной Быстротой И изяществом Особенно интересно Наблюдать За самыми крупными Так называемыми Королевскими пингвинами Они достигают Высоту Метра с четвертью И держатся Весьма начальственно По отношению К своим мелким сородичам Рослые птицы Разгуливают по льдине Выставив вперед Брюшко Словно дипломаты В черных фраках И белоснежных жилетах Временами Они отрывисто И сердито Прикрикивают На более мелких пингвинов Или отвешивают Друг другу Сдержанные Исполненные Чувства Собственного Достоинства Поклоны У этих птиц Много забавных Привычек И повадок Путешествуя по берегу Они, например Подталкивают Больных Помогая им Не отставать От остальных птиц Они сообща Нападают На врагов У них есть Вожаки Которые выбирают Дорогу И ведут за собой Остальных Если пингвинам Надо преодолеть Какое-либо Препятствие Или выкарабкаться Из ямы Они избираются На плечи Друг другу Образуя Живую лестницу Они обожают Музыку И вообще Им не чуждое Развлечение Вот вы все Только что видели Как они катаются На животе С ледяных гор Происходит Ничто удивительное Смотрите капитаны По трапу Поднимается Огромный Старый пингвин Да-да-да Как уморительно Он прыгает По палубе Раскланивается Машет крыльями Да-да-да Смотрите Я никогда Не видел Такого крупного Пингвина Какая-то Особая порода Да Его лапы Смахивает На ботфорты Вы может быть Заметили Даже шпоры Да Несомненно Блестят шпоры Да-да-да Мне кажется Этот пингвин Так похож На человека Что я бы не удивился Если бы он вдруг Заговорил Я любил И страдал О-о-о Да эта птица В самом деле Заговорила Я любил Правдивые истории И страдал Когда не мог Их придумать Ну, дайте Наконец мне руку Должен же я Взобраться На капитанский мост Завирать Тартарен, голубчик Помогите мне Снять эту шкуру И можете взять Ее себе на память Пожалуйста Пожалуйста Ну, что с вами Случилось, барон? Что случилось? Когда меня смыло волной Спало бы коршуна Я даже не успел Испугаться И вдруг Я оказываюсь Один на один С новозеландским Томом О-о-о Это несомненно Самое безобразное Существо в мире Вы представьте себе Его физиономию Левый глаз Намного меньше Правого И всего Одна ноздря В открытой пасте Я успел Я успел насчитать С моим айсбергом Я воспользовался Густым туманом И легко Спрыгнул с вершины Ледяной горы Прямо на палбу Корвета А затем Незаметно Спустился в салон Чтобы привести В порядок Мой туалет И смакнуть пыль С Ботфорд Вы крайне Меня удивили Дорогой Мюнхгаузен О, вы просто Не знаете Нашего барона Но в его рассказе Правда и ложь Совершенно перемешались А если это так То Попросим наших Юных друзей Разгадать Что было правдой И что было ложью В этом рассказе Признайтесь, барон Вся эта история Вам просто приснилась Во время дрейфа На одном из уютных Диванов Коршуна Ну, знаете, Тартерен Если бы не эта метель Я вам обязательно Бы ответил Поднялся южный ветер Айсберги Преграждают путь Они идут навстречу Это сталкиваются Ледяные горы Ветер крепчает Бьет в лицо Ветер Главный бич Антарктики Антарктический ветер Валит человека с ног Сотрясает скалы Переметает огромные массы снега Держитесь крепче За штормовые леера Можно подумать Что штормы и ураганы Собираются сюда Отовсюду Капитан Григорьев Жду ваших приказаний Ведите корветт Неуклонно к югу Так держать Есть так держать Убрать марсели Поставить за рифленые треселя Штормовую вязань И форстеньги Стаксель Есть марсели Марсовые квантам По марсам На руле не девать Есть не девать Недаром один путешественник После плавания русских Выразился так Если бы нашелся такой оригинал Которому захотелось бы испытать Самое неприятное Что может предложить наша планета Я бы от души посоветовал Провести ночь На старом парусном судне В антарктических водах Во время жестокого шторма И все это Моряки Беренсгаузена И Лазарева Испытывали сотню ночей Завывал ветер Густыми хлопьями Падал снег Мачты скрипели И гнулись Слышишь, товарищ Как ветер свистит В мокрых снастях забывает Штурман тли ночи На вахте стоит Сна и покоя Не знает Снег мереною Вода и вода Айсберг Навстречу Несется Пусть надвигается Шторм Никогда Русский маляк Не сдается Полны косматые Режет восток Мирный за ним Поспевает Видишь, товарищ Как ветер жесток Пару слугой Надувает Что там Дали за бортом корабля То исчезает Истина То появляется Эта земля Имя ее Антарктида Тайна Разгадана Радостный крик Эхо по льдинам Разносит Новый Закованный Влет Материк Штурман На карту Наносит Пусть угрожая Сдвигается Лед Бездна Опасностью Дышит Ветер Им песню На белый Поет Русские Флаги Колышет Капитаны Мы пересекаем 69-ю параллель Восток и мирный Ее пересекли в январе 1820-го года И тут Странная Ледяная Стена Местами Ровная Местами Бугристая Преградила Путь Кораблям Она Казалась Незыблемой И не Походила На встречавшиеся До тех пор Льды Открытого Океана Уж Не близкую ли Землю Скрывал Этот ледяной Барьер Но Сколько Не всматривали С матросы С мачт Нигде Не видели Они Желанного Черного Пятнышка Какой-нибудь Скалистой Осыпи Или Выступа Непокрытого Льдом Несколько Дней Были Корабли Вдоль Неподвижно Ледяной Стены Где-то Поблизости Хрипло Кричали Пингвины И в их Криках Чудилась Земля Земля Но Неужели Неведомая Земля Вся Покрыта Льдом Ведь Те Острова Которые Экспедиции Посчастливилось Недавно Открыть В Южных Морях Имели Ясно Обозначенные Скалы И даже Вулканы Нет Надо Продолжать Поиски До тех пор Пока не Рассеется Малейшая Тень Сомнений Наука Требует Точных Бесспорных Фактов И Экспедиция С прежним Упорством Продолжала Поиски Южного Материка В начале Над кораблем Кружились Небольшие Дымчатые Птицы Вроде Морских Ласточек Моряки И раньше Видели их Но только Возле Островов А среди Океана Эти птицы Не встречались Тут Снова Было Над чем Подумать Земля Должна Была Находиться Где-то Поблизости Теперь Мы знаем Что в январе Февраля 1820 Года Русские Моряки Не раз Почти Вплотную Приближались К Антарктиде С кораблей Они видели Береговой Лед Беллинсгаузен Решил Во что бы то ни Стало Увидеть Не только Льды Антарктиды Но и Ее Скалы Горы Это Им удалось Лишь на Следующий Год Земля Перед нами Берег Антарктиды Это та самая Земля Которую Наконец Увидели Русские Мореплаватели Да Это произошло 16 января 1821 Года Запомните Капитана Этот день Он навсегда Вошел В историю Мировой Науки Корабли Медленно Продвигались Вдоль Невысоких Ледяных Полей Над которыми Глубился Белесоватый Туман Вдруг Откуда-то Набежал Порывистый Шквал Туман Рассеялся И перед Моряками Открылся Берег Концы Которого Терялись Вдали До самого Горизонта Уходила Ледяная Равнина Черные Осы Пескал Безжизненная Поверхность Огромной Неведомой Земли Южный Материк Южный Материк С этими Возгласами Люди Обнимали Друг Друг Перед Ними В лучах Выглянувшего Из-за Туч Солнца Лежала Антарктида Ранее Неизвестная Человечеству Шестая Часть Света Отдать Салют В честь Русских Моряков Первооткрывателей Антарктиды Капитаны Сбылась наша мечта Нам удалось пройти по пути Берлинсгаузена и Лазарева Руль на борт Поворот через Фордовин Есть поворот через Фордовин Какие моря ждут нас теперь Скорее в библиотеку Волны вперед Свистать всех наверх Как наверх Свистать всех вниз В сундук, друзья В сундук За окошком снова Прокричал петух Фитилек пеньковый Дрогнул и потух Синим флагом машет Утренний туман До свидания вашу Руку капитан До свидания вашу Руку капитан Снова мы недвижно Станем там и тут Вновь на полке книжной Корешки блеснут Но кляемся честью Всем, кто слушал нас Будем с вами вместе Мы еще не раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok